Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня актер Андрис Лейлайс. Здравствуйте, господин Лейлайс. Добрый день. Здравствуйте. Рад вас видеть и слышать. Господин Лейлайс, ну прежде чем узнать ваше мнение по поводу актуальных политических событий, происходящих в Латвии и, может быть, в России, Хотелось бы отметить еще раз, что вы актер по образованию и вы снимались у многих российских фильмов. Как раз вот позавчера прошел Всемирный день театра и гостем программы «Абонент доступен» стал музыкальный руководитель театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман. И, по его словам, сегодня театр выполняет такую функцию объединения. То есть, несмотря на то, что непростые, может быть, какие-то политические отношения сегодня в мире, искусство, оно может примирить. Как вы считаете? Безусловно, это основная функция искусства. И театр. И я здесь, в Москве, участвую в постановках театра «Док» разных. И мне кажется, что это один из небольших островков, на котором мы можем говорить о многих проблемах. И видеть, что эти проблемы универсальны, они касаются всех и всегда. Поэтому, безусловно, конечно, да, естественно. Вам приходилось играть иностранцев в российском кино. Например, американского журналиста вы играли в кинофильме «Паук», если я не ошибаюсь. Насколько объективно сегодня в российском кинематографе представлены те же американцы, скажем? Понимаете, ну, зритель любит узнавание, он любит видеть то, что он знает. И поэтому в российском представлении иностранец – это немножко такой, как бы, легковесный человек, который любит выпить падок на девушек и мечтает о том, как что-то продать в России, выручить какие-то деньги. Ну, такой стереотипный. Хотя сценарий в «Пауке», там, вот этого американца, которого я играл, был выписан очень хорошо. В 60-е годы – это время рок-н-ролла, начало. И он такой душевный человек, который приехал в Россию. Ну, вот как Ли Харви Олсел приехал в Минск, вот так и мой герой, журналист, приехал, и вот он нашел какую-то тему, и хочет о ней действительно написать, и волей-неволей впутывается в большие такие события. И в итоге вынужден бежать из этой России. К сожалению, какие-то моменты, сценарий был написан, образ был человеческий, но какие-то моменты обрывались, например, вот у нас есть диалог с человеком из посольства, который мне говорит, там, будь осторожен, за тобой следят. И вот я говорю ему, хорошо, да, только есть последнее какое-то у меня дело, я должен его выполнить, там, перед женщиной одной. И он уходит, и я вижу, как около библиотеки Ленина в центре Москвы девушка кормит голубей и прыгает через скакалку. Я как бы присаживаюсь, наблюдаю за этим всем, и она смотрит на меня, я ей улыбаюсь, и у нас какой-то диалог происходит немой такой. И я ухожу, или остаюсь в раздумьях. Но вот из таких моментов состоит, в принципе, кино не только из текста, а из каких-то оценочных моментов. К сожалению, в процессе производства многие такие вещи обрезались, и получился довольно схематичный образ. Ну, да, я вполне понимаю, что основной такой, как бы, мой ареал – это иностранцы, но я играл и абсолютно русских людей, как-то в «Воспитание жестокости» и у «Женщины-собак», потом еще в нескольких картинах. Поэтому, как бы, я могу сказать, что вот для американцев я играл в нескольких картинах. Ну, где финансирование было американское, производство американское, там я играю русских. И они очень довольны, говорят, прекрасно. Вот, а для русских я играю почему-то иностранцев. Ну, нормально, ну, ничего страшного. Такая, как бы, такая у вас судьба. Но стереотипы, на ваш взгляд, используются в отношении иностранных граждан на российских федеральных телеканалах? Вы участвуете в различных ток-шоу, мы можем вспомнить, там есть Якуб Карейба, который представляет Польшу, Майкл Бомб, который представляет США, вы представляете Латвию. И вот отношение к иностранным гражданам в ряде ток-шоу российских, оно тоже стереотипное? Здравствуйте, Вадим, рад вас слышать. Да, здравствуйте. Да, хочу сказать, что вот приблизительно три года происходит вот этот формат, в котором я участвую. И хочу сказать, что я вот ощутимо вижу ужесточение позиций и нагнетание такого обвинительного характера этих передач. И, безусловно, если сначала, я помню, даже были какие-то передачи, ну, с тем же Бабаяном на третьем канале, да, где можно было высказать, где не было вот этого, скажем, картинки НТВ или картинки передворительно подверстанной и озвученной, уже как бы тенденциозно собранной. А он задавал вопросы людям без, как бы, передворительного настроя. То есть сейчас он вместо модератора потихоньку превращается уже в прокурора. Например, вот была недавно передача, я тут выложил, по-моему, какое-то даже в Фейсбуке, когда мы обсуждали смерть Сталина, это было, значит, в марте, да, обсуждали вот Сталина, и вместо того, чтобы обсуждать какие-то, ну, очевидные вещи сталинского режима, репрессии и так далее, и так далее, вдруг оказалось, что латыши занимались в 90-х годах репрессиями, и русских мужей отрывали от рук латышских женщин, сажали вагоном и тысячу вывозили в Себежи, и высаживали в чистое поле. Тысячами, тысячами. Это латыши занимались, понимаете? Ну, естественно, тогда ты просто, как бы, не понимаешь, что происходит, и почему в день смерти Сталина утверждается, что латыши занимались репрессией, и разбирается, как бы, основная проблема, понимаете? Ну, и таких примеров много, но, скажу честно, что научился отбиваться, приходится отбиваться, но, к сожалению, это все, да, потихоньку, постепенно превращается в такое, ну, обвинение, да, иностранцев, так можно сказать, или вот, но это реперные ведь люди, понимаете? Это Соединенные Штаты, Польша, страны Балтии. Ну, про Украину я вообще молчу, это отдельная тема, это, по-моему, надолго, если не навсегда. Ну, вот на днях в интернете после вашей ссоры с Мамыкиным в эфире у Соловьева, в программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым, где вы на латышском послали господина Мамыкина в известном направлении, это стало уже мемом таким в интернете. Нравится ли вам такая популярность? Нравится, не нравится, ну, что делать? Так оно случилось. Ну, вот у меня логичный вопрос. Во-первых, никакой ссоры не было у меня с Мамыкиным, было бы странно мне с ним ссориться. А я бы просто выразил уже невозможное, более конкретное ему предложение, как-то облегчить свои мучения, понимаете? Потому что, вот, например, стоим мы рядом с Мамыкиным, да, он политик, я актер, но обращается именно ко мне. И именно я должен отвечать за все, что происходит в современной Латвии. Скажите, пожалуйста, а почему не Мамыкин? Он все-таки депутат Европарламента, да, официальный представитель. Ну, вот цитата Соловьева. У вас геноцид, апартеид, вы защищаете убийцы вреев, вы продались американцами. Ну, вот так почему свой праведный гнев ведущий обращает ко мне, а не к депутату Европарламента, официальному лицу Латвии? Ну, кого он тогда представляет, Мамыкин, понимаете? А он представляет только узкую часть себя в большом счете, по-большому. И приезжает в Москву не для того, чтобы защищать свою страну, а чтобы поддакивать всем этим нелепым обвинениям. А вместо того, ладно, хорошо, поддакивай, говори, что мы все фашисты, что все там идиоты и так далее, и так далее. Я уже не знаю, не помню, что он говорит. Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на какое-то улучшение, выяснение, объяснение проблем наших двух стран, вдруг он занимается какими-то личными вещами, о которыми он давно-давно знает. Я ему в частной беседе все объяснял, а он личный разговор мой, понимаете, вытаскивает на большую сцену и меня обличает. Ну, это просто нонсенс, это мало того, что непорядочно, это просто подло, понимаете? Это просто подло по-человечески. Вот и все, и он получил по заслугам. И никто меня не выгонял, я сам стал собираться, Соловьев как бы развел руками и сказал, ну что ж, да, Андрис, ну тогда придется уйти. Я надеюсь, что это было не слишком грубым, понимаете? Армен Гаспарян написал в своем твиттере, после того, как вы удалились, он написал, что вы подняли руку в нацистском приветствии. Но видел, этого нет. Действительно это было так? Ну, прекратите. Ну, понимаете, потом включается целое, вы смотрели, вот видели этот, вообще кто-то смотрит подлинники. Вот вы видели вот этот фрагмент, о котором вы говорите? Фрагмент, я еще раз вам говорю, фрагмент этого нет, однако он написал-то, я хочу вас спросить, было ли это? Ну, подождите, есть фрагмент. Ну, кто написал? Я даже не читал. Понимаете, там есть целая система. Армен Гаспарян в своем твиттере. Да, я объясню вам. Это была новая студия, я был в новой студии, и там на втором этаже находятся зрители. Вот, и в рекламных паузах происходит общение со зрителями, потому что они сидят там часами, они встают как-то, ну, я как театральный человек или как человек, всегда работающий с публикой, как бы с ними общаюсь, показывая, что с другими людьми, как бы мы можем нормально, что здесь нет войны, понимаете? Вот, и после того, как я ушел, я вернулся и как бы, ну, попрощался с публикой, со зрителем, с участниками, которые не виноваты в наших этих разборках с маммым, если они были. Вот, и все. А люди, которые хотят видеть, вот я просто, это называется, знаете, метод тухлой селедки. А вот мелкие людишки, которые, я не знаю, ну, графоманы какие-то, неудавшиеся писатели, ораторы, вот они ухватываются за какие-то вещи и видят того, чего нет вообще. И я убедился на том, как легко тебя замазать, потому что никто не смотрит это видео. Потом из Питера мне позвонили журналисты и спросили, Андрис, было это или нет? Я говорю, первое, я люблю, я, питерских журналистов, вот, и я говорю, подождите, давайте посмотрим, что, о чем вообще речь идет. Я посмотрел, им написал, господи, ну, больные люди, ну, больные люди, понимаете? Это больные люди, они везде видят фашистов, а у них теперь движение есть, они теперь, у них охота за нацистов. Понимаете, я просто вижу, как это все раскручивается, как это, им нечем заняться другим, но не было там поминья. Я и по-немецки-то не говорю, понимаете, и не мысляю. У нас звонок есть сейчас, давайте его примем, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, Андрис, моего деда Отто Веселя, латыша, расстреляли в СССР в 37-м году. Он, Отто Весел, в 18-м году в Симбирске расстрелял русских дворян и при этом венчался на дочери лично почетного дворянина. Вы понимаете, вот те, которые перенесли эту дикую драму, поклонники вашего артистического дара, поклонники ваши, между прочим, как артист, нам очень тяжело слушать вот это вранье. Избавьте нас от этого вранья. Спасибо. Не совсем понял, какое вранье. Я тоже не понял, я только вижу, что вы сплавите. Ну, элементарно ведь, не включайте телевизор. У вас же есть кнопка в руках, вы же можете выключить и не смотреть. Это же так, или переключить канал, или не ходить на спектакли, не смотреть фильмы, не покупать билеты. Ну, это же, я же никому не навязываюсь. Это же происходит просто потому, что это бесплатно. Люди едят бесплатную еду, когда им дают, и смотрят бесплатные зрелища. Это беда сегодняшнего времени. Им это скармливают, понимаете. И они не знают, что можно читать книгу, не смотреть телевизор, самим выбирать информацию. Теперь, по поводу латышей. Хочу сказать самое главное. Латыши царскую семью не расстреливали. Я знаю, что в речи была не про царскую семью, а про русских аристократов и дворянин, дворян. Значит, латыши отдельно, как нация, как государство, никогда не принимало участие в никаких репрессивных акциях. Более того, были двое латышей, которые были, как Светловска по-новому это называется, по-старому. Да, которые были в Екатеринбурге, в этой расстрельной команде. И когда они... Это исторический факт, я просто вам говорю. И когда они узнали, что надо будет стрелять в женщин, девушек, царевича и так далее, они отказались и уехали оттуда. Более того, царский коммердинер Николая II, труп латыш по происхождению, он пошел, как и врач Боткин, до конца. Он принял смерть в том помещении. Поэтому вот эти разговоры, пожалуйста, давайте отметим. Стреляли все друг в друга. Как только латвийское государство стало независимым государством и приобрело свою государственность, оно категорически просто больше не стреляло, ни на кого не нападало, не участвовало ни в каких союзах, ни против одного государства. Оно было нейтральным, строго придерживалось этой нейтральности. И, кстати, за эту нейтральность и пострадала. И сегодня поэтому выучены уроки 1939-1940 года. И поэтому сегодня мы состоим в союзе с надежными союзниками. И больше этого, надеюсь, никогда не будет. Ну, по крайней мере, в обозримом будущем. Вот президент Латвии Раймонд Вейнис заявил недавно о том, что латыши также принимали участие в сталинских депортациях. Он поднял эту тему, она вызвала резонанс. Кто-то похвалил президента за смелость, кто-то, наоборот, осудил его, что об этом не нужно говорить. В свое время Вайра Викифрейберга, кстати, тоже об этом говорила. Вот на ваш взгляд, насколько осмыслена роль латышского народа в этой трагедии? Родион, прекрасный вопрос. Прекрасный. Он заслуживает вообще отдельного осмысления. Да, я считаю, что наша самая большая ошибка латышей как нации, что мы стараемся выкинуть период советской оккупации или советского времени, или аннексии. Вот те 50 лет, которые мы были включены в Советский Союз насильственным, что мы их весь выбрасываем. Естественно, латыши как национальность принимали участие и в революции, и прочих, и так далее, и так далее. И, естественно, были члены Компартии, и члены ЦК, и ЧК, и внутренних дел латыши, которые принимали в этом участие, которые помогали организовывать. Также было, естественно, было батрачество обманутое, которые думали, что мир будет народом, земля – крестьянам, а фабрики – рабочим. И, естественно, большая часть людей верила в это, да, но мы должны судить с точки зрения сегодняшнего времени и понять ошибки. И больше хочу сказать, что мы должны, ведь у Райлиса супруга Дора была замужем за Стучкой, который в 2019 году установил на полгода Советскую Латвию Республику, но Стучка с Дорой тоже латыши, они тоже наши, понимаете? И мне кажется, что Стучку тоже надо было бы перевести. Он же не исходил из соображения уничтожения народа, он исходил из ошибочных желаний неправедным путем установить рай на земле. Вот, ну, да, но это наш латыш, так же, как и другие многие. И тогда, если мы признаем, тогда мы признаем и Луус, из которой трижды олимпийский чемпион по метанию копья. Да, и многих-многих людей. И мне вообще кажется, что надо исходить из того, что из принципа, не из принципа сегодняшнего, вот что в России я вижу, кто не с нами, тот против нас. Нет, мы должны исходить из другого принципа, что кто не против нас, тот с нами, понимаете? И расширить весь этот круг. И то же самое мы видим сегодня с народом, который, ну, слава Богу, он не на смерть посланный, но который разъехался по многим странам. Понимаете? Это все наши люди. И я себя считаю, свою позицию, скажем, в Москве, да, я считаю ее достижением и завоеванием, и не собираюсь ее покидать, понимаете? Потому что если бы был такой же человек, латыш, в Нью-Йорке, который отстаивал позицию Латвии на самых больших телеканалах Америки, я думаю, его бы по-другому оценивали, чем меня сейчас. Но пройдет время, и все расставят на своих местах. Да, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, и потом продолжим. Андрис Лейлай сегодня с нами в студии, и вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня Андрис Лейлай, актер и участник политических ток-шоу в России. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Здравствуйте еще раз. Начнем со звонка у нас на линии радиослушателей. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Я Андрису уже задавал вопрос в прошлый раз. Что, Андрис, ну когда вы там на российском телевидении, вот последний раз я вас видел у Норкина на НТВ, ну что же вы так сильно-то ругаетесь? Ну вы аргументированно давайте все. Вы вот, например, скажите, вот я бы на вашем месте так им говорил бы, да? Ну поставьте себя русских на наше место. И как бы вы себя повели в этой ситуации? Ну вы просто аргументами давите, спокойно аргументами. Я понимаю, что там передача такая, знаете, нервная, люди все вокруг какие-то вообще непонятные там, да? А вы спокойно, вот как старый-старый еврей. Вот так, спасибо. Ну вот такой совет, может быть, от нашего радиослужителя. Вам примите его? Ну спасибо, прекрасный совет, да. Ну да, хорошо, я буду как старый умный еврей. Хорошо. Я просто хотел сказать, что по поводу нацистских приветствий, латышей и так далее. Ну вот у меня уже внуки здесь. У меня русская невестка, Леночка, родила у меня прекрасных двоих внуков. И она с удовольствием их назвала Мику слелаясь, и Тома слелаясь. И им нравится, что они будут латышами здесь в Москве. И старшие, и мои сыновья здесь, которые были, ходили в воскресную школу латышскую. И им нравится, и мы очень-очень деликатно друг к другу относимся. И я вообще не знаю более добротушных, и отзывчивых, и людей, которые могут так принять. И я всяческую поддержку чувствую. И со спокойной душой мои внуки растут. Ну да, можно сказать, отчасти и в русской семье. А сын, отец моих внуков, Андрис Леялоис, тоже здесь окончивший в Москве и латышскую воскресную школу, институт, и работает здесь. И здесь нет вот этих проблем вообще. Москва очень-очень космополитичный город. И здесь никого не волнует. Сколько у тебя гражданств? Сколько ты зарабатываешь? Куда ты ездишь отдыхать? С кем ты общаешься? Все как-то заняты делом. И хотят двигать дело вперед. Да, они немножко заморочены этой своей гонкой за работой. Здесь очень хорошо работать. Вот Москва – это типичный рабочий город, который 24 часа в сутки занят тем, чтобы что-то произвести. Вот здесь трудно довольно жить, потому что одно дело, по большому счету, можно только в день сделать такое. Потому что много уходит на дорогу. Многие-многие вещи трудные. Но вот что касается общения с людьми и работы, ну, прекрасное место. Это как любой огромный мегаполис. И вот если мне спросите, скажем, почему ты не едешь в Ригу. Во-первых, я уже один раз уехал из Риги в Москву, в Авгии поступить. И нашел вроде как свое место. Ну, я как человек иду туда, где мне навстречу идут. В Риге у меня были какие-то свои трудности и свои проблемы. И вдруг оказалось, что здесь я на своем месте. Понимаете? Но это не значит, что я должен соглашаться с вещами. Я же поступил на курс Евгения Семеновича Матвеева. Он тогда играл Брежнева. И в 81-м году на втором курсе у нас была такая сцена. Я не знаю, я думал, что меня выгонят вообще из Советского Союза в тюрьму, посадят. Я поставил в это время отрывок. Москва, 37-й год. Арест вот как раз деда Алкснеса, который выступает за интерфронт и продолжает выступать против независимости Латвии. Вот его деда расстреляли. Он был главным командующим тогда Красной Армии военно-воздушными силами. Вот его в 37-м или 38-м году расстреляли. Я поставил в это время отрывок вместе с Натальей Вавиловой, которая играла в «Москва слезам не верит». И вместо с Никитой Романенко. И когда Евгений Семенович Матвеев, игравший Брежнева, увидел этот отрывок, он спросил, что это было. Я говорю, 37-й год, Москва, арест Алкснеса. Он говорил, там, сядьте. И попунцевел, попугровел. Он стал, не знаю, он вышел из себя, он стал обвинять, говорить приблизительно, близко к тому, что я сегодня слышу от самых ярых оппонентов на телевизионных передачах. Он стал говорить, что как вы смеете выступать против этих людей, которые всегда и будут, пока есть государство. И я встал, он меня упрекал, что я не те фильмы смотрю, что не те книги читаю. И вместе с тем мы с ним были антагонисты и больше всего уважали друг друга. Перед смертью, ведь мы нашли общий язык, когда он стал уже русским человеком, когда он снял свою «Любить по-русски-1», «Любить по-русски-2». И он обнимал меня и говорил, Андрис, ну ты же мог курс перевернуть, но я тебя понимаю, но ты же и меня пойми. И я его понимаю, я его понимаю, понимаю. Поэтому тут какая-то идет непозволительная, непозволительная, грязная, нехорошая игра с обоих сторон. Мы должны, мы люди, вот как вы говорили, день театра, мы должны искать те островки, где мы можем удерживать те связи, которые есть между нами, и уважительно относиться друг к другу. Вы упомянули Наталью Вавилову, она сыграла Александру в Москве, слезам не верят, и потом пропала из виду, никто не знает, что с ней сейчас. Вы поддерживаете отношения, кстати, с ней? Вы знаете, мы встречаемся с однокурсниками, да. Но Наталья не приезжает. Я думаю, что там случилась такая вещь, она повредила спину, я знаю. И, может быть, она не хочет, ну, вот она ходит нормально, все, она как бы живет за городом в Подмосковье с Амбелом Каспаровым, ее супругом. Наташа была безумно красивая, в нее был влюблен весь курс. Гусев Андрей за ней плакал, не знаю, страдал, бегал за ней. Володя Шевельков говорил ей в лифте, Наташа, ты будешь моею. И Гриневич Андрей, и все-все нормальные люди, вот не знаю, вот с ума сходили, чтобы Наталья была ихняя, ну, чтобы они были бы с Наташей. А Наташа очень себя правильно держала на курсе, она всегда была немножко сама по себе. Но вот ее любовь была с Амбел Каспаров, режиссер со студии Горького, и Амбел развелся, у него была семья с детьми, он развелся, они поженились. И Амбел привел в Россию Майкла Джексона, правда, говорит, что потратил сам миллион. И вот Наталья, да, она ведет довольно затворнический образ жизни за городом. Я думаю, что здесь есть... Она потом пыталась сниматься, и она хорошо играла, очень хорошо какие-то роли были. Но я думаю, что вот после этой травмы, которая у нее случилась, у нее перерыв был, там, лет пять или семь, может быть, в съемках, в жизни. Я думаю, что она, как женщина, больше не хочет, чтобы... Она хочет, чтобы ее запомнили, вот как Москва слезам не верит, в этом периоде. И, наверное, она как бы ушла, ну, в добровольную такую, ну, не ссылку, но вот в затворничество, творческое. Да, напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю. Господин Андрей, из какую страны вы сегодня считаете своей родиной? Анна, я не господин Леолайс, я Андрис, просто Леолайс. Когда... Вот я заметил, извините, отступление. Я заметил, как только меня хотят, это, там, в эфире, скажем, Шейнин, не Шейнин, а Анатолий Кузичев. Один раз я ему сказал, Анатолий, что ж ты вдруг перешел на господин Леолайс? Он говорит, а что, а как надо? Я говорю, ну, это звучит как вот в советское время, когда из товарищей переходили на гражданин. Вот, я никакой не господин, я Андрис, ну, Андрис, Леолайс. Ну, так или иначе, что касается моего вопроса? Да, повторите, я бы еще раз вспомнил. Какую страну вы считаете своей родиной сегодня? Какую? Ну, родина моя, Латвия, как же, какую страну можно считать родиной? Там, где ты родился? Есть ли вопросы какие-то? Я не знаю, как, убебенеби патрия, что ли? Ну, нет, конечно. Ну, вы считаете себя патриотом своей страны сегодня? Простите? Считаете ли вы себя патриотом своей страны? Я считаю патриотом, понимаете, в чем дело? Я считаю себя патриотом Латвии в России, а Россию я буду отстаивать уже будучи в Латвии. И я считаю, самая честная позиция – это говорить людям правду в глаза. Это очень трудно латышам дается, это мне дается с большим трудом, Но, будучи в России, я как бы, ну, заразился этим или понял эту необходимость с русскими говорить откровенно, честно и напрямую. Вот, поэтому я здесь буду говорить… Причем, вот если вы посмотрите мои эфиры, я ведь нигде Россию не критикую. Ведь нет ни одного слова, которое я бы сказал против русских или против России. Я могу не соглашаться с политикой сегодняшней России и говорить, что это неправильно. Но по большинству я занимаюсь тем, что я защищаю Латвию от неверного толкования, от того, что мы повинны в устреблении евреев одни. Что поляки начали Вторую мировую войну. Понимаете, ну, какие-то странные вещи. И я считаю, что сегодня Россия болеет балтофобией. Если латышей пытается или там Запад пытается обвинить в русофобии, то сегодня Россия абсолютно больна балтофобией. По крайней мере, это выходит из экранов. Вот, поэтому своя родина, я считаю, Латвию. Россия – это я гражданин России. И, безусловно, гражданин Латвии. Нас, кстати, вот хотел бы коснуться темы, которую Мамыкин, которую я ему год рассказывал назад. И которая, значит, про паспорт. Он знает, что законно, и все законно. Я, когда были времена независимости, 90-е годы, 91-92 годы, когда стало... Можно говорить мне об этом, Анна? Вы можете говорить, да, все, что хотите, пожалуйста. Да, спасибо. Значит, про два гражданства. Вот я же отказался от советского гражданства, записался в эти гражданские комитеты, и получил латвийский паспорт и латвийское гражданство. И пошел с этим латвийским паспортом, тогда это был в АВИР, местный АВИР, к начальнику АВИРа, для того, чтобы легализоваться. Я вот ему тогда, у нас были синие паспорта, даю свой паспорт и говорю, я хочу получить вид на жительство России, потому что я здесь живу, работаю, у меня здесь семья, хочу иметь, чтобы можно было в поликлинике, чтобы легально все это было. Он посмотрел на этот паспорт и сказал мне, значит, так, Андрис, слушай меня внимательно, значит, этот паспорт ты положи себе в карман и будешь его показывать там, в Латвии. А здесь, пожалуйста, пойди и возьми российский паспорт, потому что тебе российское гражданство дается автоматически, потому что ты на момент принятия закона о российском гражданстве, взамен советскому, был прописан в России, то есть в Москве. И все, ну я ему очень благодарен, я ему очень благодарен. И я действительно так сделал. И хочу сказать, что в принципе я пользуюсь только тем, что я могу ехать в Латвию без визы и в Россию без визы. Но, насколько я знаю, и неграждане, латвийские неграждане могут ездить в Россию без визы и из России возвращаться без латвийской визы в Латвию и в Европу, соответственно, ехать без визы. Даже, может быть, работу получить и так далее. Поэтому я тут не вижу каких-то особенных привилегий. Больше того, нас где-то здесь около 300 человек с такой ситуацией. И она была возможна до 1994 года, до принятия Латвии закона о гражданстве. И я не скрываюсь и не говорю ничего. Тут как бы, ну, хорошо, а что мне? Отказаться от российского паспорта и что? Так мне это сказал начальник. Хорошо, ты хочешь быть латвийским гражданином в Москве. И что, ты мне через каждые три месяца будешь морочить голову, приходить сюда, просить разрешение на проживание? Ну, нормальные люди нормально говорят варианты, которые возможны в разных ситуациях. И если говорить про гражданство, то, что я знаю, может быть, я что-то не знаю. Но то, что я знаю, в большинстве случаев, если те, не граждане, которые хотят получить гражданство, они могут его получить. Единственное, это сопряжено с тем, что надо погасить долги, надо язык, наверное, выучить, надо какие-то шаги сделать, то есть проявить волю к тому, чтобы быть гражданином. Вот и все. Ну, какие трудности? У нас много звонков. Да, звонков у нас много будем принимать. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, задавайте вопрос, пожалуйста. Я вас все-таки господином назову. Вот как так получилось, что понятно, что вы публичный, скажем так, латыш, и среде публичных латышей не принято хорошо высказываться о периоде, который была Латвия в Советском Союзе. Ну, как же так получилось, что вот весь этот проклятый период, в кавычках, Латвия произвела на свет великих композиторов, великих писателей, великих художников, космонавты даже были. А современная Латвия, которая вроде бы вся окружена такими друзьями, готовыми за нее начать Третью мировую войну, ничего не произвела на свет, кроме великих казнокрадов. Да, ну, вот такой вопрос. Все плохо, я понимаю, все плохо. Я не член этой партии. Вот, я не член партии, все плохо. Я наоборот. Вот тоже, Евгений Семенович, урок. Есть люди, которые смотрят в лужу, видят грязь, а есть люди, которые смотрят в лужу, видят отражение звезд. Всегда можно найти то, что плохо. В советское время я не знал ни одного великого латышского композитора того времени, ни одного великого писателя. Прошло 50 лет, и я узнал, что они были великие. А оказывается, я с ними сидел на одной партии, учился в одной консерватории. Мы с ними портвейн в подъезде выпивали с Артуром Маскотом, который написал прекрасную оперу про Валентин Фреймана, про судьбу евреев во время оккупации немецкой, и что там все творилось, и как она выжила. И эта Валентин Фреймана мне преподавала историю зарубежного кино в консерватории и так далее. Поэтому, вы знаете, сегодня есть писатели. Если вы будете читать книги, вы найдете там великих писателей. Просто люди об этом не знают. И великих композиторов. Просто музыку эту вы пока не умеете слышать. Извините, я не хочу быть грубым и резким. И то же самое и в России, понимаете. И так время переворачивает все с ног на голову. Если вы посмотрите самые большие тиражи, каких книг было в Советском Союзе. И кого сегодня читают. И кто был запрещен во времена Советского Союза. Из русских писателей. Я уже не говорю про латышей. Я с вами согласен, что абсолютный вакуум есть незнания того, что происходит в республике. Латвийские, русские, скажем, жители Латвии хотя бы могут видеть российское телевидение. Но в России же латвийское телевидение не видно. Вот я сейчас с Кареном Шахназаром пытался организовать какой-то фестиваль. Мы придумывали, каким образом бы показать то новое кино, которое производится в странах Балтии. Понимаете, но оказывается, там есть проблема с авторскими правами. Не всегда, скажем, можно все сделать скупе. Может быть, надо идти на телеканал и так далее. Но проблема в том, что нет связи, нет коммуникации. Опять возвращаемся к начальному вопросу. Наша задача какая? Наша задача найти и показать этих людей. И проиграть эту музыку. И эти книги. Ну, посмотрите, какой фурор латвийская литература с сегодняшнего дня на лондонские выставки делает. А какая она здесь была выставка, только что книги я читал. Отрывки из поэмы Чакка на русском языке. Мужей без карты, которая, ну, вечность. Олга Петерсон. Прекрасный перевод. Олга Петерсон один из родоначальников книги на двух языках. Райенс Асфазы, Кнутс Куэнекс. Вот стихотворение по-латышски, а вот его перевод на русском, в одной книге. Поэтому есть очень большое движение. Просто мы его не видим, не знаем. Есть настолько сильные потоки подземные, что мы удивимся, как они заявят о себе через какое-то время. В 2018 году у вас на телеканале НТВ была встреча, ну, по крайней мере, такой небольшой отрывок дебатов с неким Николаем Платошкиным. Он спросил у вас о том, что написано на входе в Саласпилс. И, может быть, там это было так смонтировано. По крайней мере, я видела только вот этот такой, кажется, как мне, смонтированный отрывок. Но, судя по кадрам, вы не ответили ему на этот вопрос. Действительно вы не ответили, или это был монтаж? Ну, иногда просто тебя закрывает микрофон, уводят план, и тебя нет. Это же телевизор, понимаете? Что написано на воротах? Написано, а с чем в арте Майцем? Этот же вопрос повторился буквально тут месяц назад. У Соловьева дневная передача была «Кто против?» на «Россия-1». И там уже есть возможность вывести картинку с компьютера на большой экран. Я вывел картинку, просто показал, что это ложь, что никакого санатория там нет. Есть реставрированный комплекс Саласпилского мемориала, один в один, как он был в советское время, с теми же словами, просто с дополненными, очень интеллигентными, какими-то наглядными материалами. И что там происходит, и разложение цветов, и делегации туда едут. И абсолютная ложь в том, что, и вранье в том, что сегодняшняя Латвия представляет это место как санаторий или какой-то, не знаю. Я помню эти передачи. Так у Норкина в передаче было и то, что у нас в Риге самая популярная книга является «Мейнкап». Понимаете? И я просто сказал, что давайте какую-то посмотрим витрину книжного магазина. «Янс Розова», «Извайзен Сабгас» или какие-нибудь... Какие книги там лежат? Ну, абсолютно, это ложь и вранье, и Платошкин этот в первых рядах. А что он говорил про Вей Иоаннса? Я его чуть не убил тогда за кулисами. Понимаете? Я еле сдерживался. Ну, нельзя так говорить про первые лица на всю страну. Я же не говорю про... Мы же не позволяем себе выражаться в эфире таким образом про своих соседей. То есть у вас с ним был конфликт за кулисами, да, с Николаем Платошкиным? Ну, конфликта не было. Просто я ему... Какой конфликт? Опять, не конфликт. Я ему сказал все, что я о нем думаю, что это непозволительно так. И теперь, каждый раз, перед тем, как идти в эфир, я ему напоминаю, что Николай Николаевич, уважаемый Платошкин, если вы позволите себе выход на личности, будем разговаривать по-другому. Не уточняя, конечно, как. Понимаете? И все, и мы как бы соблюдаем пакт о ненападении. Вот только что был на Ушельне, на Первом канале, там как раз было в Вильнюсском суде сейчас, над советским... 91-го года, да, события. 91-го года. Вот Платошкин там тоже был. Он, конечно, сразу выкатил аргумент, что латыши по телефонным книгам расстреливали и евреев в 41-м году, на что я ему такой же ответку дал, что латышей в Москве, латышский театр, скат, расстреляли в 38-м году. А латышей искали не только по телефонным книгам, и по домовым книгам. Как была латышическая фамилия, так отвозили в ЧК полный бутовский полигон почти поголовно всех латышей, которые здесь были, по крайней мере, в Москве. В глубинке там спрятались люди. Понимаете? Поэтому обвинять друг друга мы можем бесконечно. Но это же какая-то непозволительная просто история бросаться обвинениями. Ну, такой формат. Если ты не ответишь ему так, значит, ты проиграл. Вот вы мне говорите, я ему не ответил. Оказывается, я проиграл тогда, понимаете? Ну, дуэль такая. А вы попробуйте. Вот вы, умники там, которые мне сейчас звонят, вот вы попробуйте приехать в Москву и отстаивать один против десяти людей свою точку зрения, свою страну. Кто из вас такой смелый? Вы займитесь этим, и тогда поговорим. А так вот, понимаете, диванные телефонные герои – это просто смешно. Давайте еще под занавес эфира выслушаем одного нашего радиослушателя. Здравствуйте, очень коротко, пожалуйста. Добрый день. Как вас зовут? Здавайте, пожалуйста, вопрос. Ну, раз наши радиослушатели… Время, другой звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Да, очень коротко попросим вас. Вопрос такой. Господин Андреев, скажите, пожалуйста, вот вам там, Платошкин такой, Николай Николаевич, Трюхан, не надоело ходить с одной программой на другую и со всеми спорить, ругаться и уходить? Ну, недоброжелательно. Спасибо большое. Да. Безусловно, иногда хочется все это послать, но вы не знаете телевизионных редакторов, как они умеют уговаривать, как они убеждают вас, что у вас будет возможность высказать, отстаивать ваше мнение, высказать вашу позицию. Мы дадим вам отдельное слово. Вы очень ценны для нас. И действительно, ну, наверное, как-то повышается там рейтинг и смотрибельность. Ну, да, да, я согласен с вами, я согласен с вами, но давайте придумывать другие форматы, давайте как-то двигать этим. Ну, что значит, не надоело? У меня за это время я приобрел таких преданных, каких-то высокообразованных, глубоких друзей из России, вот людей, в том числе и из тех, с которыми я участвую в этих передачах, понимаете, там ведь принимают участие не только оголтелые болтофобы, там принимают участие умные люди, понимающие ситуацию, и которые потом комментируют, мне помогают в Фейсбуке с какими-то мыслями. Да, я иногда не отрицаю, я иногда эмоционально реагирую. Я приму все усилия для того, чтобы усилить базу аргументации, но иногда, ну, хорошо, ладно, я понимаю, о чем вы говорите, я согласен с тем, что градус иногда очень высок, да, хорошо. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим наш разговор. Андрес Лелес был сегодня гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. И вам спасибо, и удачи, и всем приятных выходных. Да. Узлетайшим, аспалдейшим. Да, бесслава. Эфир про Веляна Свернова.